кинопробы с антоном долином всем привет антон долин натурально здесь добрый вечер и вот буквально несколько секунд и приступим с вами к разговору о новинках кино у нас очень симпатичный подбор на этой неделе в том числе есть фильм который наверное можно одним из лучших отечественных фильмов этом году и совершенно точно один из лучших американских а начать я хотел вообще с нестандартной точки с сериала впрочем мари привет привет расскажешь наши все позывные номера пусть люди присоединяются присоединяйтесь плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 это смс портал ватсапы youtube канал почитаем чат заходите подписывайтесь вот именно так звонков хочешь да все можно 730 101 код москвы 495 ну гулять так гулять пятница это правда вот дело в том что я хочу начать с нелегального контента мне самому неловко по этому поводу но я начну наверное с того что изложу свою политику в этой области я категорически против пиратства я против нелегального просмотра чего угодно и если есть возможность посмотреть любое кино совершенно бесплатно и ненаказуемо в отличном качестве без и есть возможность сделать то же самое заплатив за это кому-то то я заплачу всегда но бывают драматические ситуации в которых заплатить некому когда какие-то вещи недоступны в россии потому что просто нету того канала который их создает и доставляет так когда-то было с hbo потом появился медиатека с хвала небесам так когда-то было с нетфликсом теперь у нас есть свой нетфликс и все с ним тоже хорошо но вот сейчас наша наверное главная лакуна брешь в нашей великой китайской российской стене это disney плюс вот я все еще держусь по поводу мандалорца которого так и не посмотрел как хотя все его вокруг превозносят на вот но все-таки не удержался как историк и исследователь и любитель вселенной марвел посмотрел новый марвеловский сериал который доступен только там на disney плюс я уверен что среди тех кто нас слушает есть те у кого в их стране на их территории есть disney плюс и их я призываю конечно к легальному просмотру всех остальных не то что призываю к легальному но разведя руками говорю что возможности такой в россии все равно нету это сериал под названием ванда вижен мы не будем ставить ему номера потому что во первых это сериала не фильма во вторых его нет в кинотеатрах все равно вот но я о нем с твоего позволения немножко расскажу ну давай ванда вижен это герои которые совмещают двух героев до марвеловский правильно я понимаю но можно я постараюсь удержаться от прямых спойлеров эту вещь можно разрушить спойлерами к сожалению вот но что-то придется рассказать все равно и например то что это название странное даже не ванда and vision если что ванда максимов это человеческое имя так называемые алой ведьмы одной из участниц вот этой большой команды мстителей и героини не отдельного своего фильма до сих пор а именно вот этих всеобщих мстителей она появилась в серии под названием эра альтрона альтрон это был напомню такой гигантский сверхкомпьютер искусственный интеллект который захотел все уничтожить и захватить власть мстители с ним боролись его побороли и вот среди тех кто боролся была вот эта самая ванда у нее был брат близнец вот они оба такие мутанты из вымышленной восточноевропейской страны заковии поэтому не русская как бы фамилия максимов вот ну как-то часто бывает в комиксах это такие параллельные пространства не вполне имеющие отношение к реальности хотя и вроде бы как-то интуитивно опознаваемый вот а vision это тоже интересный персонаж а это андроид это робот созданный этим самым альтроном в качестве оружия по подавлению человечества но с тех пор как он обрел собственную волю он решил служить добро не злу и у них с вандой как бы роман вот то что мы знали но понятно что эти два персонажа хотя их играют совершенно замечательные артисты на фоне железного человека тора капитана америки даже человека паука они были но не на втором даже плане на третьем у них конечно была своя драма внутри мстителей и вообще эти гигантоманские трехчасовые фильмы созданы для того чтобы у каждого была своя хотя бы ну не пятиминутка на минута славы и у них тоже было но вот что называется дождались то есть получили свой собственный сериал именно эти два персонажа и название возвращаясь к нему ванда вижн в одно слово они ванда энд вижн она тоже не случайно потому что вижн как вы понимаете это еще и виденье то есть это еще и взгляд ванды точнее говоря ее ракурс взгляда на мир это тоже вещь которая много объясняет о том что происходит в этом фильме ванда видение извини да да вот но прежде всего ванда вижн потому что два героя два персонажа сыграны они да это мини-сериал то есть у него не будет продолжений в нем девять серий серии не длинные от 30 до даже 25 до 45 минут с очень длинными титрами в конце то есть они еще на самом деле короче и в главных ролях здесь элизабет олсен и пол беттани чем это интересно наверное прежде всего тем что это люди изначально не из мира блокбастерного кино то есть была такая марта марси мэй марлин супер индепендент драма в которой сыграл главную роль элизабет олсен о девушке которая сбежала от из секты и боится лидера этого секта она догонит замечательный фильм снятый несколько лет назад и элизабет за него получила кучу номинаций наград как лучшая независимая актриса была такая актриса прорывом что касается пола беттани я даже затрудняюсь какому фильму вас отослать он и в коде да винчи снимался в одной из главных ролей с одной стороны и с другой стороны был там в истории рыцаря в других легкомысленных картинах а с третьей стороны все-таки это главная роль у самого ларс фон трира в догвеле вот и вот это место в котором происходит действие ванда вижен городок вестфью маленький искусственный придуманный городок американский это немножко конечно догвель такой город который является маленькой моделью вселенной условной подчеркнуто условной моделью вот и в общем пол беттани которого мы в фильмах про мстители видели в основном в гриме вижна то есть даже артиста узнать то было сложно него была красная голова вот такая искусственная тут он поскольку он живет обычной человеческой жизнью все-таки сыгран полом беттани который узнаваем элизабет олсен узнаваем всегда а сюжет в том что каким-то образом непонятно когда это происходит до событий мстителей после событий мстителей параллельно с ними они вдруг оказываются оба героями американского классического ситкома то есть ситком поясняю это такой сериал в котором смеются за кадром давай продолжим через несколько минут я понимаю что я уже вспомнила один фильм где смеются за кадром а потом выяснилось да это там где джим керри да не знаю но это первое что приходит мы сейчас вернемся и прошел у трума на тоже поговорим спасибо я забыла слова шоу трума на при этом вспоминая картинку забыла свой смысл я решила не читать чтобы не прочитать спойлер внезапно не читала не комментарии думаю обязательно посмотри сколько там серии 9 9 но это мне хватит как раз они небольшие и это совсем совсем не скучно а самое главное что если тебе очень понравится его стилистика и если тебе она совсем не понравится независимости от этого смотри дальше потому что сериал меняется по ходу дела и и там 4 серия сделано иначе чем 1 а 9 абсолютно иначе чем 4 но это не топе то уточнил я не смотрел тут меня с русскими сериалами очень выборочное отношение первая часть правда сделано в одном ключе а вторая часть немножко в другом да по жанру то есть первое ты знаешь такой небольшой заход на солнцестояние я прям даже бы сказала а потом это такая да я слышал такая социальная какая-то часть становится больше и они из разных частей поэтому ты сказал что меняют направлении нет потому что это не шоу трума на принципе с другой но с ним есть с ним свин пиксом там есть несколько вещей которые как бы по кинопробы с антоном долином вот я остановился на рассказе про сериал ванда вижн короче говоря мы вдруг обнаруживаем вот этих самых двух героев которых мы видели в большом супергеройском блокбастере на вторых ролях мы видим их героями американского ситкома причем черно-белого первые две серии полностью черно-белые почти полностью вот они живут в этом мире и мы как будто бы смотрим американское телевидение 50-х конечно сюрреалистичность этому добавляет то что мы здесь в россии не знаем ничего про американское телевидение 50-х мы только себе его абстрактно представляем вот примерно так то есть глупые шутки грошовые спецэффекты смех за кадром и главная тема дом где пытаются два неудачника но мы знаем что не неудачники а он всемогущая робота она всемогущая ведьма они притворяются просто людьми чтобы вести просто такую вот собор бион да такую жизнь предместья американских тихую спокойную она идеальная хозяйка он клерк как в 50-е годы бейби-бум да абсолютно вот это все и выглядит потом начнется вторая серия где тоже ситком но 60-х в конце которого вдруг появляется цвет и в третьей серии мы видим уже сериал 70-х и дальше они движутся как будто это маленькая энциклопедия американского телевидения одна серия на одно десятилетие на один период но и это кажется дальше возникает совершенно неправдоподобно невероятное объяснение того почему мы смотрим приключения двух супергероев в форме дурашливой американской телевизионной комедии точнее говоря не форме а формах потому что эти формы меняются да у них еще название серии соответствую третья серия они обретают цвет и серия называется now in color теперь цветное еще посередине каждой серии возникает идиотский рекламный ролик рекламирующий какой-то несуществующий продукт телевидение так телевидение настоящее мы смотрящие сериалы давным-давно уже на hbo и netflix уже отвыкли что бывает реклама перебивающее действие тут это часть действия пока все очень круто интересно что будет когда мы доберемся до 2021 дальше происходит то что опять же то что название одной из серии называется ломая четвертую стену дальше ломается четвертая стена вот если кто-то из вас не знает этого словосочетания наверное даже не гуглите потому что вы видите прямо в сериале да ну четвертость это вообще из театра пришедшие понятия в театре актеры играют на сцене так как будто бы не только три стены и декорации существует но и четвертая то есть как будто бы нету зрители а когда они вдруг говорят эй ты в четвертом ряду они ломают четвертую стену ломают иллюзию того что у них свой мир а у вас зрительном зале свой вот что такое слом четвертой стены но здесь тоже не совсем это происходит это тоже на самом деле каламбур но в общем мы начинаем прозревать постепенно том что такое этот городок west view который немножечко догвиль немножечко twin пикс но именно немножечко до какой-то степени отсылки к этому всему есть немножечко городок из шоу трумана то есть он такой искусственный как бы почему он такой мы не понимаем вот и конечно самое крутое невероятное в этом сериале то что он делает невероятно дугу от абсурдистской бредовый такой более тупой чем монти пайтон пародийной комедии к абсолютно душераздирающей трагедии проходя дугой через супергеройской вот это вот марвеловский канон как бы она в него входит ты понимаешь ухты это же все-таки марвел а потом опять из него уходит и перестает быть марвелом в общем это ужасно здорово а в одной из серий по моему предпоследней там начинается приключение которое мне напомнили еще один сериал по моему примерно там 20 летней давности и может там 25 уже летний 10 королевства то есть такое фэнтези старомодная олдскульная там это тоже есть не случайно героиня ведьмы все-таки то есть чего там только нету это по маленькой энциклопедии американского и мирового есть на то пошло телевидение маленькая утопия одной семьи и кроме того история любви а также совершенно невероятно неправдоподобный эксперимента с формой и содержанием я сейчас наверное очень смелое допущение себе позволю но я себе его позволю с моей точки зрения для меня как для зрителя это лучшее что создала корпорация marvel вот художественно ничего лучше этого я не видел я большой поклонник нескольких картин марвел и в целом мне нравится этот большой проект вся эта вселенная мне очень нравится черная пантера там потрясающий музыкальный ряд весь обеспеченный кендриком ламаром замечательные харизматичные артисты я очень люблю первый фильм капитан америка моего любимого режиссера джо джонстона автора первого джуманджи он такой наивный трогательный душу раздирающий в финале с чудесным героем я конечно люблю первого железного человека совершенно очаровательный фильм ну и в целом в каждом из других фильмах я тоже нахожу свою какая-то прелесть ты сейчас ответил нашему слушателю который написал что долин со своим марвелом для пионеров радио многогранное а ты ну что делать ну кстати я вот не видела я не поклонник вселенной марвел скажу тебе честно с удовольствием смотрю когда хожу в кино но в целом я не буду рваться на новый фильм но и мне уже трудно отделить себя зрителя от себя критика которому надо за этим следить смотреть и себя родителя которые водят своих детей на эти фильмы то есть если бы мне не было бы этих детей я бы не работал кинокритиком смотрел ли я бы это все может быть и нет и может быть и в самом случае не все эти фильмы бы смотрел я не знаю очень трудно сказать я знаю что в каждом марвеловском фильме что-то интересное есть и каждый из них коммерчески успешный они очень разные они же сделаны совершенно по-разному например 3 серия тора сделана тайка в айтите тем самым который кролик джоджо и что мы делаем в темноте этот фильм про вампиров то есть это абсолютно панковский анархический фильм про значит древнескандинавского бога в абсолютно непристойных условиях как бы или стражи галактики тоже это отдельный проект внутри марвела в то же время это часть этого проекта короче говоря марвел очень разный очень и этот сериал совершенно точно может сильно понравится людям которые никогда никого марвела не смотрели потому что это такое гипертрофированное телевидение марвел обычно это гипертрофированное кино 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 то фильм который ты только на большом экране можешь оценить вот смотреть там черную пантеру на лэптопе это бесполезняк а смотреть ванда вижн надо именно в телевизоре на лэптопе она вот прям для этого создана мне очень понравилось и я салютую трем великим людям конечно же кевину файги главному продюсеру марвел который настолько авантюрен что он позволяет такому проекту случится некая жак шефер это она жаклин шефер она собственно шоураннер то есть она придумала это все и она автор сценария первого и последнего эпизода там разные сценаристы и мне неизвестным то есть я много видел его проектов он сериальщик который режиссировал отдельные серии в том числе в самых крутых сериалах там в игре престолов некто мэтт шекман я его отдельно никогда не отличал теперь запомню это имя потому что он срежиссировал все серии ванда вижн вот и пусть это будет рассказ об этом замечательном сериале пусть он будет мостиком к рассказу о следующем фильме который будет первым фильмом в нашем перечне и который тоже имеет отношение к марвел странным образом хотя вроде бы во всем ему противоположен почему потому что следующий большой фильм этой постановщицы а ее зовут хлоя джао будет сделан под эгидой марвел и будет называться вечный это будет огромный блокбастер с анджелиной джоли кучи других звезд он выйдет осенью а пока что вот так вот вышло что за год две картины это все дело коронавируса и пандемии пока что у нее вышла крошечная малобюджетная но покорившая весь мир картина под названием земля кочевников наш первый кинопробы фильм первый вот наконец мы и дождались российской премьеры этого фильма надо сказать что его путь к славе выглядел как такой снежный ком очень постепенно сворачиваешься в гигантский ком из маленького снежка началось все с того когда хлоя джао маленькая независимая незаметная постановщица такая типичная героиня фестивале независимого кино снимавшая фильмы с актерами непрофессионалами в индейской резервации сделала фильм наездник несколько лет назад три или четыре года назад этот наездник очень впечатлил американских критиков они сказали вот этот дух настоящего американского кино падиш ты она и китаянка по рождению откуда-то взялась и вдруг сделала вот такое невероятное кино и тогда-то ее и заприметил кевин файге и вскоре позвал работать для марвел а пока она вела с ним переговоры она прочитала книжку под названием земля кочевников книжка это не художественная это документальное исследование того как в сегодняшней америке люди снимаются с мест бросают свои дома иногда не теряют свои дома и начинают жить в домах на колесах и путешествуют по всей америке америка огромная страна и у них разные судьбы и вот джессика брудер написала книжку которая так и называется на мадленд земля кочевников и эту книжку прочитала фрэнсис макдорманд нами всеми любимая великая американская актриса жена джоэла коэна главная героиня фарга и сжечь после прочтения и трех билбордов на границе бенга миссури и оливии китари вообще ну прекрасная актриса дважды лауреатка оскара и так далее и тому подобное она прочитала она видела фильм наездник она пришла к хлое джао и сказала старуха ты можешь это снять а так говорит с удовольствием но вот с тобой в главной роли они соединились ну можно сказать три женщины джессика брудер создавшая эту книгу и здесь и нас автор сценария хлое джао постановщица и фрэнсис макдорман актриса и продюсер потому что она конечно самая из них могущественная как обладатель снецких оскаров она в главной роли и она практически единственная но на самом деле там двое актриса настоящая в этом фильме потому что для нее придумали персонажа которую зовут почти так же как ее саму да фрэнс макдорман все зовут ее френ ее героиня зовут ферн вот и мы не видим ее фамилии в фильме но там есть момент когда начало начальные буквы фамилия на произносят это macd то есть макдорман тоже за этим читается конечно которая по сюжету потеряла мужа умершего от рака муж работал на шахте в моногородке под названием empire кстати это настоящий городок там производился гипсокартон завод закрылся и городок закрылся люди оттуда разъехались город исчез фильм начинается с титра который сообщает что почтовый индекс этого города исчез очень символично конечно да империя исчезла empire исчез и вот она ее больше ничто не держит в этом городке где она жила просто из чувства любви к ушедшему из жизни мужа муж умер городок закрылся она садится в этот самый свой фургончик который она назвала словом красивым авангард и едет куда глаза глядят она сезонные рабочие отныне она едет сначала в огромную фабрику амазона где работают упаковщицей ну и дальше дальше смотрительницы в большой природный парк и так далее и тому подобное и мы следим за ее приключениями движение идет по кругу потому что это сезонная работа на возвращается год спустя туда же где она уже работала встречается с людьми с новыми людьми с одними и теми же всех этих людей играют они сами те о ком джессика брудер написала свою землю кочевников появляются перед камерой то есть это вообще не профессиональные актеры это вообще не актеры это те самые кого они играют единство что одна из них очень драматично фильме погибает на самом деле она жива но в остальном бы там есть такой боб уэллс это чувак такой бородатый как фильме совершенно справедливо говорят похоже на санта клаусу клауса который лидер движения этих намадов современных кочевников он делает слет кочевников они сидят вокруг костра и обмениваются лайфхаками вот как устроить себе лучше биотуалет 10 правил парковки учит безопасной парковки там где сложно найти чем питаться чтобы не отравиться далее тому подобное вот он там есть мы слышим как он учит этих всех людей и прочее и прочее вот и это невероятно увлекательно дико трогательно там есть еще один актер дэвид стрейтер вы наверное его знаете такой прекрасный американский артист очень благородным лицом вот был такой фильм джорджа клуни спокойной ночи удачи он там играл главную роль а еще он играл в моих черничных ночах вонга карвая вот но в принципе это замечательный артист и по сюжету он тоже такой вот намад кочевник какой-то момент ему приезжает его сын зовет его домой говорит папа у меня родился ребенок или там вот-вот родится ребенок приезжай и сына дэвида стрейтер на которого тоже по сюжету зовут дэйв играет реальный сын дэвида стрейтер на который не является актером то есть действительно его семья фильм предельно аутентичный при этом там написанный сценарий все-таки написанные диалоги но многие из них написаны на основе реальных жизней тех людей которых произносят да вот в общем такой гибрид документального и игрового с музыка людовика и науди я как и очень многие не люблю этого композитора он конечно такой непонепревзойденный мастер общих мест но поскольку тут небольшие его темы они не очень сильно все портит и даже они вызывают какое-то подобие растроганных чувств в зрители так что может быть она и ничего вот и у фильма есть еще один соавтор собственно единственный важный соавтор мужчина это джошуа джеймс ричардс это муж хлои джао оператор этого фильма вот по-моему он сопродюсер тоже художник-постановщик тоже то есть они вместе все это делали вот очень трогательная вот типичная конечно хипстерская семья ты залезаешь в википедию почитать про хлои джао и там где у него личная жизнь написано она живет на такой-то ферме со своим партнером джошуа джеймсом ричардсом и они воспитывают двух собак и трех куриц вот так выглядит они тоже снялись в этом фильме курицы не пострадали там никто не страдает куры в этом фильме конечно есть собаки конечно есть тоже но их они или нет вот этого я знать не могу может и их тебе кажется что это главный претендент на оскар в этом году но я терпеть не могу раздавать какие-то такие прогнозы прям очень не люблю но что я скажу когда фильм победил на венецианском фестивале меня это совсем не удивило хотя мне больше нравилась другая картина кстати говоря новый порядок мексиканская такая была жуткая и такая вообще выворачивающая наизнанку я был каждый за нее но земля кочевников это конечно фильм утешение он конечно вот в эту и это фильм глоток свежего воздуха в период когда все привыкли сидеть по домам это же фильма человеке бросающим дом о том что одиночество это обратная сторона свобода а свобода оборотная сторона одиночества вот он совсем не примитивный по своим мыслям хотя очень доходчивый и он победил и дальше мне стало ясно что если он может победить на огромном помпезом венецианском фестивале то и дальше так пойдет так и случилось фестиваль в торонто он получил приз зрительских симпатий а это единственное который там есть там нет жюри и конкурса то есть просто зрители за него проголосовали понятно да жюри венецианского фестиваля во главе с кейт бланшет сверх элитарная и просто народ смотревший фильмы и одни и другие за него потом золотой глобус может это конечно сомнительная шарашкина контора но опять лучший лучшая драма и лучший лучше постановщица вот хлоя джао второй раз всего женщина за всю историю золотого глобуса получила эту статуэтку и при этом то что она этническая китаянка хоть американская постановщица это тоже интересный конечно момент вот в понедельник объявят оскаровские номинации думаю что мы успеем хотя бы коротко обсудить через неделю но я уверен что этого фильм будет много номинаций как его единственные серьезных конкурентов я вижу только манка дэвида финчера и суд на чикагской семеркой арона соркина но они оба обращены в прошлое а земля кочевников он настоящим и немного о будущем и они оба все-таки очень консервативно хотя супер виртуозно воспроизводят модели вот такого американского боёпика про голливуд и модель американского судебного фильма а она ничего не воспроизводит хотя ее фильм это модификация великого американского жанра road movie дорожного кино поэтому я за землю кочевников если будут какие-то неожиданные у нее конкуренты что ж тем интереснее этот фильм уже обласкан всем ему не обязательно нужны дополнительные награды но я думаю что оскара без него в этом году совершенно точно не случится мы продолжим и через несколько минут и не переключайтесь на youtube канале идет трансляция антон отвечает на вопросы вот тебя спрашивают что слышно про июльский дождь и будет ли массовый прокат или нет будет даже мы выпускаем это искусство кино делает это все и когда наверно с 18 18 числа пока с марта а двадцать пятого у нас уже прокат и ответы на всей россии этот реставрированная версия я смотрел ее пусками нас фильмовская совершенно неприличной красоты просто непристойный фильм вообще невероятно красивый вот и мне конечно кажется что это не такое однозначное зрелище для сегодняшнего зрителя как торговск которому не раз при выпускали но тема интересен какой-то такой челлендж в этом есть кроме того мы сделали отдельно книжку про июльский дождь где куча редких активных материалов сценарные заявки обсуждение их собственно говоря обсуждение фильма свежевышущего на страницах того же искусство кино вот тогда в 60-х годах это дико все интересно вот и мы как программку такую эту книжку тоже выпустим там еще наверное картинки фотографии хорошие да скорее всего красота красота этого фильма просто непристойная и там потрясающая оперативная работа ну и просто честно говоря вот как они выглядят оба наверное бельярского особенно это конечно очень красиво они такие какие-то супер прекрасные ты помнишь что там юный не только висбор это понятно что там юный мета там же мета сыграл одну из главных ролей владик дала героя мне кажется я уже читала это не могу визуализировать если ты не помнишь фильм или плохо помнишь приходи к нам 18 посмотреть у тебя будет еще хорошо я хочу уже прийти и посмотреть что нибудь 18 число это что вы знаете среда 4 4 4 не знаю хорошо не могу понять работаю и не работаю возможности бери кого-нибудь или не бери никого приходить я буду там постараюсь прийти но просто это на большом экране честно говоря особенно это где будет в октябре или в октябре там так будет ли рассказ о супернове тебя спрашивают а супернова вышла да все таки например нам пишет будет ли земля кочевника в широком прокате так она уже есть в прокате и не только в широком прокате но совершенно потрясающий факт на самом деле революционный невозможно его недооценить его выпускают только с титрами нет копии дублированных вообще а